Ни система оповещения, ни штрафы, невозможность серьезно заболеть не останавливает нижнекамцев. Люди свободно ездят в общественном транспорте, причем без масок, как будто и нет никакого коронавируса. Вы без маски? Нет, 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 не боюсь. Не боитесь заразиться? Боюсь. А почему не носите маску? На работе забыла. Я только маску выкинул, домой еду. Она все уже прописалась, я ее выкинул. А ведь сейчас входить в трамвай, автобус или магазин без средств защиты нельзя. Соответствующее постановление принял кабинет министров Татарстана. Это еще одна мера, чтобы обезопасить людей от опасного вируса. Но где найти главный товар года? Мы отправились по аптекам города. Почти везде покупателей встречает вывеска. Масок нет. Поступление ждем, когда на склад завезут. А так по городу сами мы для себя купили. Где Бузовский рынок, в советской аптеке у них было поступление. А там какая цена, не подскажете? 45 рублей одна штука. Проблема с нехваткой средств защиты решается. Маски выпускает резидент Тассер, компания Айрон. Они изготавливают по 5 миллионов повязок в месяц. Защитные средства выходят со станка и на Нижнякам с нефтехимией. Там запустили автоматизированную линию по производству одноразовых масок. Оборудование закуплено в Китае. В первую очередь мы будем обеспечивать работникам группы компании ТАИФ, а также те, кто сегодня находится на передовой, медиков, ГИБДД, все, кто связан именно с прямым контактом с людьми. Поставка масок в аптеке ожидается в ближайшие недели. Идет процесс сертификации продукции. Пока маску можно шить самим. Нарушителей режима самоизоляции ждет штраф. Сотрудники полиции и Росгвардии будут заходить в общественный транспорт или магазин, чтобы проверить соблюдение требований, а именно наличие масок. Альбина Валива, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.